Ключевой защитник Амура, канадец Кэмерон Ли, получил российский паспорт. Эта новость стала громким событием в КХЛ, хотя удивляться тут особо нечему. Ли уже давно заявлял, что очень полюбил Россию, Хабаровск и что он хотел бы стать частью нашей страны. Буквально на днях защитник Амура получил главный документ и, разумеется, нам уже просто не терпится узнать, удалось ли Ли русским духом преисполниться. Это про хоккей. Поехали! Давно не виделись с тобой. Как дела? Отлично, как ты? Мои тоже замечательно. А как твоя ключица? В порядке, уже гораздо лучше. Последний раз, когда мы виделись, ты говорил, что учишь русский. Ну и как, успехи? Ага. Да потихоньку продолжаю учить, уже знаю основные фразы. Я понимаю. Я немного понимаю по-русски. Отлично. Давай тогда поговорим по-русски. Ну, хотя бы просто попробуем. Привет. Привет. Как дела? Отлично. Ой, ну это слишком просто. Как бы ты мог охарактеризовать героя Пушкина, Евгения Нигина, да? Как ты думаешь, почему у них не сложились отношения с Татьяной? Летом ты заявил, что хочешь получить российский паспорт. Да, мне правда очень нравится в России. Теперь, получив паспорт, я перестану считаться легионером в лиге. А значит, смогу дальше играть за Амур. Теперь у тебя есть русский паспорт и что-то поменялось в твоей жизни? Нет, абсолютно ничего. Ты говорил, что если такое произойдет, ты отметишь это событие парой тарелочек с борщом. Конечно. В тот день мы с друзьями отправились на ужин, там я и навернул борща. Я видела в Телеграме видео, где ты был на вручении паспорта. Ты выглядел немного напуганным. Да, я нехило так нервничал. Я не знал, как это будет происходить. Но все было в порядке. Все помогали мне, подсказывали, что делать. В общем, зря переживал. Ну что ж, теперь у тебя есть российский паспорт. Чувствуешь ли ты себя настоящим русским парнем? Да, абсолютно. У меня есть для тебя кое-какой тест. Этот тест покажет, насколько ты русский. Готов пройти? Конечно. Так, друзья, ну конечно же, не просто так я пригласила Кэма сегодня именно в русский ресторан. Вы сейчас поймете, в чем задумка. Каждый из тех, кто смотрит сейчас это видео, прекрасно знает, что нужно сделать с этими продуктами, чтобы превратить эти продукты в традиционно русское блюдо. Ну что ж, посмотрим, сможет ли справиться Кэм с этой задачей. Так, ну во-первых, отрежем ломтик хлеба. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ой, перчатки, конечно. Много раз видел, что в России надо делать так. Такой толстый, серьезный. Игорочка. Разумеется, икра. Традиционная русская икра. Каждый, по-настоящему русский человек понимает, что в этом бутерброде кое-чего не хватает. Может быть, сливочного масла, но Кэм об этом не знает. Ну что, готово? Готово. Так, ну первое блюдо действительно почти готово, идем дальше. Приступаем ко второму блюду. Здесь я возьму белый хлебушек. Белый тостовый хлеб. Использую больше продуктов. А что это такое? Я не знаю, ты мне скажи. Тоже похоже на икру. Да, это тоже икра. Итак, что дальше? Наверное, грибы. И рыбку. А ты знаешь, что это за рыбка? Это очень редкая дальневосточная рыба, которая называется иваси. О май гад. Вау, ааа. Слушайте, вот этот бутерброд я сейчас пойду по ресторану продавать. Просто я думаю, что мы озолотимся на этом. Скажи, а тебе вообще знакомы эти продукты? Что ты видишь на столе? Это соленые огурчики, сыр, авокадо, рыба, грибочки. А что это за зеленая трава? Это укропчик. Ну как можно этого не знать? Укроп. Так, а здесь? Это горчичка, сметана, оливковое масло. А это? Я даже не знаю. Попробуй. Ты хочешь, чтобы я это попробовал? Ну давай. Я не знаю, что это. Масло? Это сливочное масло, да? Да, кажется. А это? Не знаю. Это каперсы. Зачем нам нужны эти каперсы, когда у нас есть укроп? Да. Приступаем к следующему блюду. Так, я возьму вот этот большой кусочек хлеба и авокадо. Так, ну пошло у нас. Опасно, опасный момент, друзья. Я поэтому лучше немножечко отойду. Я знаю, как Кэм работает с клюшкой, но я не уверена, насколько хорошо Кэм работает с ножом, вы знаете. Ну что ж, на данный момент мы уже собираем третий бутерброд, да? Пока из двух я даже вот пока не могу сделать выводы и сказать, насколько русскими получились эти бутерброды. Но у нас есть специальный эксперт. Это повар данного русского ресторана. И он, конечно, будет оценивать, насколько блюда получились русскими. Очень красиво. Авокадо и икра. Авокадо и икра. Ммм, хорошее сочетание. Побольше икры. Грибочки и огурчики. Кажется, неплохо. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что приготовил Кэм. Последний штрих. Ну вот эти вот два бутерброда, они поистине удивляют. Мы здесь видим, что у нас авокадо, красная икра, соленые огурчики, малосольные грибочки и лук. Я вот не знаю, пробовать я это блюдо вряд ли, наверное, стану. Но следующее блюдо, оно еще интереснее, да? Здесь у нас тоже икра. Это щучья икра. Сыр с плесенью. У нас здесь и в оси, и тоже грибы, и лук. Конечно же, хотите попробовать? Нет, спасибо. Как тебе начало сезона? Начало неплохое, но могло быть лучше. Конечно, хотелось бы выигрывать больше победных матчей. Но в любом случае, рад быть снова в этой команде. Как ты оцениваешь свои результаты в этом сезоне? Да вроде неплохо, хотя я не могу сказать, что начал прям успешно. Пока мы не особо выигрываем. Так что, как только победных матчей будет больше, все станут счастливее. Как складываются отношения с новым тренером и командой? Отлично. Мне очень нравится наш главный тренер. Он уважаемый человек в лиге. Скажу честно, он очень требовательный. Он делает каждого из нас лучше. Он отличный человек. На твой взгляд, какие преимущества и недостатки есть у нашей команды в этом сезоне? Знаешь, мы всегда выкладываемся на полную. Да, нам нужно больше забивать. Мы, правда, используем каждый шанс, чтобы забросить шайбу в ворота соперника. Но ты знаешь, у нас сложилась отличная команда. У нас сплоченная команда. Нам просто нужно найти способ забивать больше голов. Первая домашняя серия была не самая удачная, согласись? В чем причина? Да, но ты знаешь, сезон только начался. У нас еще есть время. Я уверен, что мы будем усердно работать, становиться все лучше и начнем выигрывать больше игр. Эта домашняя серия пройдет лучше? Очень надеюсь. Какие у тебя прогнозы на этот сезон? Думаю, мы доберемся до плей-офф и, возможно, еще дальше. Вот такие у меня прогнозы. У нас для этого есть все возможности. Очень надеюсь, что мы сделаем это. Не секрет, что у нас в команде почти все ребята женаты. А как у тебя складываются дела в личной жизни? Знаешь, многие девчонки считают тебя завидной парой. Твое сердце свободно? Сейчас у меня есть девушка. Так что мое сердце не свободно. Простите, девчонки. Как вы думаете, справился ли наш хоккеист Кэм Ли со своей задачей? Получилось ли у него сделать русские блюда? Я думаю, что у Кэма действительно получилось. И я думаю, что это достаточно хорошо вписывается в колорит нашей русской кухни, нашего ресторана «Дом». Ну, вот я так, конечно, не считаю, но, тем не менее, я не эксперт, чтобы делать такие выводы. Кэм, ну что, давай попробуем? Это все для тебя. С чего начнешь? Мне нравится вот этот. Давай. Давай, кушайте, пожалуйста. Докушней. Попробую следующий. Так, здесь у нас, напоминаю, щучий экран и в оси, сыр с голубой плесенью, лук и грибы. Как тебе? Какой вкуснее? Оба просто великолепные. Райское удовольствие. И еще один быстренький тест, окей? Буквально пару вопросов. Последний российский император. Хорошо, следующий вопрос. Кто такие Рюриковичи? Кто? Рюриковичи. Рюриковичи. Знаешь, кто это? Так. Кто такой Достоевский? Хорошо, просто выбери правильный ответ. Писатель, ученый или музыкант. Достоевский. Писатель. Вау, да. Верно. Что ты будешь делать, если встретишь на улице медведя? Наверное, бежать. Ну что ж, кому еще не до конца знать, что если в Хабаровске он встретит медведя, то он просто должен пожелать ему доброго вечера или хорошего дня и пойти дальше по своим делам. Друзья, встретимся на арене. Спасибо за поддержку. Ну что ж, друзья, вы видели все сами. Удалось ли Кэму пройти тест на русского парня или нет, решать, разумеется, вам. Поддерживайте нашу команду и смотрите программу про хоккей на телеканале Губерния. Увидимся в платном арене. Пока.